Сегодня для ветеранов Тиротекса, тех, кто проработал здесь большую часть жизни, провели экскурсию по предприятию. Бывшие сотрудники вспоминали свой трудовой путь и знакомились с современными достижениями. Сегодня на Тиротекс необычная экскурсия. Ее проводят не для тех, кто впервые на предприятии, а для тех, кто отдал этому производству 20, 30 и 40 лет жизни. В этом декабре Тиротексу исполняется 50 лет. Александра Киричук проработала на Тиротексе 11 лет. В 80-х ее пригласили сюда организовать швейное производство. До этого швейных цехов на Тиротексе не было. А об автоматизированных линиях только-только начинали говорить. Удивило, я знала, что будет линия по пошиву комплекта постельного белья. Настил, раскрой и пошив, и вывернуть, и сложить. Это замкнутый цикл. Вот это, конечно, радует. Я этого не видела. Впервые я сегодня увидела. Раньше за каждый из этих процессов отвечали люди. Сегодня все, что можно автоматизировать, поручили умным машинам. Робот не устает и практически никогда не ошибается. Но чтобы он правильно работал, настраивать и следить за ним по-прежнему должен человек. Техника? На какой мы работаем? Да, как у меня были. А сейчас смотрите, что это. Технологии совсем поменялись. Техника очень умная. А ее обслуживать надо тоже умным ребятам. Экскурсия длилась несколько часов. Останавливались практически у каждой машины. И все новшества вызывали неподдельный профессиональный интерес. А еще в каждом цеху ветераны Тиротекса встречали знакомые лица. Это все. Это Таня, это Руслан, Гриша, кто там, Саша. Все тут, все на месте, все на месте. Вадик, все на месте. Это Тсул ваши подчиненные и все бывшие? Ну да. История Тиротекса начиналась вот здесь. Сейчас здесь находится Ткацкий цех, но в 1973 году это была первая фредильная фабрика. Следующая фабрика появится только спустя 9 лет, в 1982 году. Сейчас же Ткацкий цех – это только один из множества цехов Тиротекса. На стенах в коридорах старые фотографии. Для тех, кто посещает Тиротекс впервые, эти снимки мало о чем говорят. А для сегодняшних гостей Тиротекса – это часть их жизни. Тут пошли воспоминания. Это печатная машина. Это у нас Олег Петрович Пашенко. Это директор фабрики. К дню текстильщика у нас был выезд на море. Для этого, чтобы уехать на море, мы здесь коллективно выходили на кормные работы, зарабатывали деньги на общий котел, нанимали автобус. На одной из фотографий Михаил Шаврей показывает нам своего брата. Для Тиротекса семейные династии – это обычная история. Вот, например, экскурсию для мамы проводит сын. Она проработала здесь почти 40 лет, а сын сейчас начальник одного из цехов. Кто, для кого сегодня экскурсию проводит? Вообще, для бывших работников. Ну, уже мама вот пришла, и мы как бы отдельно пройдем через наш цех так более подробно. Ну, и что-то семейное обсудим по пути, вдруг что-то не успели. Завершилась экскурсия чаепитием и беседой с генеральным директором предприятия. Ветераны вместе обсуждали все, что только что увидели, и благодарили руководство предприятия за то, что их дело продолжает жить и развиваться. Александра Гашицкая, Михаил Белый, ТСВ.